Десятого августа в Чемальском районе Республики Алтая в четвертый раз пройдет ежегодный полумарафон и праздник бега под названием «Горный забег». Чтобы поучаствовать в забегах, на Алтай обычно приезжают сотни любителей бега со всей России. В этом году бежать решили и журналисты информационного портала, и телевидение «Толк», мои коллеги. Какую трассу им и не только им предстоит преодолеть? Помехали бегу возраст? Какие награды ждут победителей? Не только об этом поговорим сегодня с организаторами полумарафона и праздника бега Романом Фуксой Беллой Качехиной. Здравствуйте, рада вас видеть. Я не знаю, кому первый вопрос, но давайте к Белле. Так это все-таки больше полумарафон, спортивное состязание или праздник бега? Это праздник в любом случае, потому что основная цель — это не добиться каких-то высоких спортивных результатов, а привить людям любовь к спорту, показать, что спорт — это легко, просто, это интересно. Можно прийти всей семьей, да. Ребенок может бежать самую маленькую дистанцию, родители — большую. Атмосфера очень доброжелательная, нет вот этого жесткости соревнований, поэтому мне кажется, что это все-таки больше праздник. Мне было праздника до этого, какого-то спортивного. Я сам в то время бегал, занимался, готовился к походу на восхождение, к Белухе. А вы спортсмен? Не могу сказать вам так, что я спортсмен, но я люблю спорт, и он присутствует в моей жизни. И я подумал, что было бы здорово, что в районе люди могли насладиться природой, воздухом и также поучаствовать в марафоне. А почему именно Горный Алтай выбрали местом проведения полумарафона? На тот момент у нас в Горном Алтае был объект один, сад пионов. Мы занимались его развитием, вот мама у меня занимается, и я помогал ей. И в свободное время занимался спортом бегом, и подумал, было бы здорово, чтобы он был там. И в целом в России сейчас же очень активно развиваются движения полумарафонов, беговое движение в целом. Практически в каждом городе есть уже свой марафон, либо праздник бега. Новосибирск, Красноярск, Омск, Москва. А именно горных полумарафонов, их немного. Аналог нашему, он из ближайших, есть только в Сочи. Поэтому и то он там проходит весной, мы осенью. А вот именно в таких красивых местах, как у нас, у людей не так много возможностей пробежать. Можно еще и насладиться тем, как выглядит у нас Горный Алтай, если кто-то не видел. Потому что я уже сказала, что не только жители края, но и со всей страны приезжают. Откуда? Ну вот в этом году у нас уже есть зарегистрировавшиеся участники из Питера. Традиционно у нас приезжают москвичи. Ну там Омск, Кемерово, Новосибирск, это само собой. Для многих вот Чемал, в частности, он появился именно благодаря нашему празднику бега. Потому что первый год, когда мы ввели заявочную кампанию, людям писали, это будет в Чемале. Они говорят, Чемал, это что, это где вообще, как это. И сейчас уже ни у кого не возникает вопросов. А кто вот по возрастным категориям участвует обычно в забеге? Кто эти люди? Есть ли возрастные какие-то ограничения со скольки до скольки лет? Вот говорили вы, что можно семьями бежать? Конечно. Ну вот самые молодые, самые маленькие были у нас на старте. В общем, три года. Они участвовали в всей семье с водителем. Ну маленькие ехали даже на самокате. Мы развешили им, почему нет. А водители, ну, бежали в аэрофон. А почему приезжают семьи или какие-то организации? Или по одному как? Чаще всего это происходит. По-разному бывает. То есть есть организации, да, у нас центры спортивные привозят свои команды. Но в основном всё-таки это семьи, либо компании, друзей. А откуда люди вообще могут узнать о вашем полумарафоне? Ну-ка откуда вы? Очень много есть каналов продвижения. Это социальные сети. У нас есть группа в Инстаграме «Горный забег». Там можно зарегистрироваться. СМИ нас поддерживают активно. С первого года у нас есть партнёры, друзья наши, которые откликнулись и всегда с готовностью. Вот в этом году к нам присоединился ваш телеканал, что тоже очень приятно. И это СМИ, и Алтайского края, и Республики Алтай. Беговые сообщества по всей России нас уже поддерживают, распространяют свою информацию. Ну, люди сами. То есть сарафанное радио работает. Если ты бежал в этом году, в следующем году ты сам побежишь, ещё кого-то позовёшь. Вот такая система. И ограничений по здоровью тоже никаких нет? Нет, ограничения по здоровью есть. То есть, начиная с дистанции в 5 километров, нужна медицинская справка, которая подтверждает, что вы имеете право бежать. Либо на старте вы пишете отказ от каких-либо претензий к организаторам, если что-то придёт не так. Но вообще на 21 километр уже там идёт специальная справка по специальной форме. Если мы уже начали говорить о трассе, то есть 5 километров, 21 километр. Насколько сложны вообще трассы и где пройдёт маршрут забега? Маршрут пройдёт в Чемайском районе вдоль Вики, что, в принципе, значительно облегчает движение. Перепады будут небольшие, там, наверное, самые в пике, там, может быть, 500 метров. Трасса будет шоссейная. Единственное, дистанция в 21 километр, там останется небольшой участок, где будет смешанный грунт. А вообще сколько дистанций? 5,21 или больше? Дистанции будут 3,5,10, 21. 15, наверное, мы не уберём. Чаще всего люди какую дистанцию выбирают? Ну, конечно, самая распространённая 5. То есть 21 бегут единицы. Добегают до конца? Добегают все. Да, мы ждём каждого до последнего участника, встречаем каждого. Ну да, вот за 4 года у нас, наверное, только, ну, нет, наверное, все добежали. Не было таких, кто сошёл с дистанции. Хотя 21 — это действительно непростая уже дистанция. Мне нужно готовиться. Праздник праздником. Ну, будут же и победители всё равно, несмотря на то, что это праздник. Так вы каким-то образом фиксируете результаты? Да, с прошлого года у нас появилась электронная система хронометража. А раньше бежали без хронометража, вообще не засекали? А раньше мы по старинке засекали время. Я всё стартовал секундомером. Теперь всё современное. Да, линию ты пересёк, всё, время пошло, вернулся, время остановилось. И сразу тебе приходит твой результат, там, смс-сообщение, как ты прибежал. А какие награды ждут одного победителя? Или вот вы уже сказали, что у вас будут все победители? Как это? Ну, вот в прошлом году у нас это были карбоновые призы, палки для ходьбы, да. А за прошлый год у нас были местные бизнес-сообщества, они дарили проживание в городном Алтае. То есть пока не будем анонсировать, но будут призы обязательно, какие они будут, пока не могут. Я читала, что будут и медали какие-то. Да, медали будут обязательно. Каждый участник, независимо от того, на какую дистанцию он бежит, если он финиширует, он получает медаль. А что это за медаль, как она выглядит? Они у нас каждый год… Разного достоинства или просто все одинаковые? Да, они одного достоинства, победители, уже участника марафона. Они каждый год разные. Первый год мы делали их из дерева, из массива дерева. А за прошлый год у нас был не стеклопластик, да, по-моему, были в этом году, еще пока не скажем, какие, но точно будут. Ну, каждый получит награду, каждый, кто добежал. Каждый получает медаль финишера. Для людей это очень важно. То есть действительно даже, ну, любая медаль, она подстегивает к дальнейшим достижениям. И мы видим, что люди действительно их там берегут. Потом мы смотрим в социальных сетях их сторис, посты о том, как они там все размещают у себя дома. Очень приятно. А вы сами вот хотели бы поучаствовать в забеге? Вообще пробовали? Как дистанция сложная, несложная? Ну… Раз вы, Роман, у нас бегом. Обычно мы пробегаем все дистанции. Изначально, да? Изначально, да. То есть смотрим трассу. Вот вы все пробежали. Да, мы пробегаем все. Мы смотрим трассу до марафона. Мы ее чистим, приводим в порядок. Все. Ну, хочется, конечно, участия, но пока нет такого возможности. Возможно, на будущий год. Попробуйте. Да, есть такое негласное правило. Либо ты бежишь, либо ты организовываешь. А есть ли те, кто уже не первый год участвует в ваших забегах? Да, у нас есть абсолютный победитель трех предыдущих полумарафонов. Какой-то спаситель? Это Игорь Волков. Он бегун из Горного Алтая, из Горно-Алтайска. Вот он уже три года с нами бегает, и три года он финиширует первым. Есть многие ребята, которые бегают уже в этот раз. Они уже зарегистрировались, у них уже будет четвертый старт. Да, очень приятно, что у нас уже есть такое сообщество определенное. А каковы, по-вашему, шансы новичков? Вот, например, наши ребята побегут, каковы их шансы? И чем нужно обладать, чтобы все-таки прийти не самым последним? Какими навыками специальными? Выносливость, желание, мотивация. Шансы у новичков хорошие? Конечно. Конечно. Самое главное, когда ты бежишь, это не спринт. То есть тут нужно набраться терпения и экономить силы. То есть нужно понимать, что сначала нужно немного там, может быть, пропустить кого-то вперед, чтобы дальше были силы нагнать и перегнать. Ну, у всех есть. И вот я недавно смотрела полумарафон московский, да, и там как раз-таки все очевидные фавориты, они не прибежали первыми. Поэтому всегда есть доля везения, всегда есть какие-то там обстоятельства, у всех есть шансы. Главное готовиться сейчас. В принципе, до марафона остается еще больше двух недель, и это вообще более чем достаточно, чтобы подготовиться. А как попасть еще раз на ваш марафон? Вот кто-то сейчас смотрит, допустим, и пожелал поучаствовать? На нашей странице в Инстаграме «Горный забег» либо просто в Яндексе, в Гугле «Горный забег» в три слова выйдет наш сайт, и там есть активная ссылка для регистрации, заполнить анкету и все. После окончания марафона вы обычно испытываете облегчение какое-то или уже ждете следующий? До начала марафона я всегда думаю, зачем я это делаю, задаюсь вопросом, я считаю, что это будет последний. Но когда люди побегают, счастливые, все довольные, ты понимаешь, зачем ты это делаешь, естественно, есть какое-то облегчение, ну и желание сделать это еще. То есть это у вас над долгосрочной перспективой, я так понимаю? Ну, сколько получится его делать, мы будем его делать. Белла? Конечно. Вы что испытываете? То же самое, вот за несколько дней, да, особенно, наверное, в вечер перед забегом, вообще ты не понимаешь, зачем ты это делаешь. А как только утром ты приходишь в зону регистрации, в стартовую зону, и видишь уже людей, которые приезжают, и ты понимаешь, что они проделали долгий путь, кто-то приехал из Питера специально, чтобы бежать, там полумарафон, который ты делаешь, когда ты видишь, насколько для них это важно. Там невероятная стоит атмосфера на самом забеге, это действительно такое единение и радость, и ты понимаешь, ну, понятно, зачем. Вот, поэтому, конечно, сколько будет возможности, он будет. Ну, вы можете теперь пригласить еще людей, поучаствовать в вашем марафоне? Конечно, мы приглашаем всех 10 августа приехать в Чемальский район, это центральный стадион села Чемал. Найти очень просто, да, это самый центр сердца Чемала. И помимо забегов будет традиционно очень хорошая программа для тех, кто не побежит, а просто будет смотреть. У нас будет диджей Юлия Петрова, и такой особенностью этого года станет то, что мы пригласили Болота Байрышева, это... Корловое пение. Корловое пение, да. И заслуженные артисты в публике All Time. Будут старты, будут призы, действительно будет очень здорово, и мы всем рады. Конечно, как и команду можно выставить свою, и самому приехать, всей семьей, самому поучаствовать. Уже на данный момент есть у нас три команды, у вас уже есть конкурент, но шансы у вас есть, безусловно, готовьтесь. Спасибо большое. Спасибо вам. А я напомню, что сегодня мы говорили с организаторами полумарафона и праздника бега «Горный забег» Романом Фукс и Белой Качехиной.